Миша, привет. Привет, Олег. Доброго дня, шановна громада. Запись уже идет. Расскажи немножко о себе. Где ты сейчас работаешь? Где работал до этого? Чем вообще занимаешься? Где находишься? На данный момент я работаю в Сингапуре. Это отделение компании. Вот тут целая даже каша. С одной стороны мы ILM, Industrial Light & Magic, с другой стороны Lucasfilm. Но эти компании настолько тесно переплетены, что мы даже все сидим не то что в одном офисе, а она в перемешку в одних комнатах. То есть сейчас идет работа над двумя крупными проектами. Один из них трансформеры, второй из них не принято пока называть, потому что это, можно сказать, секретная разработка. И они сейчас вообще никак не афишируют. То есть известно миру, что делается некий продукт. Я занимаюсь композитингом и, собственно, и занимался им, когда пришел в киноиндустрию. То есть я не делал ни 3D, ни трекинг, ни лайтинг, ничего. Только композ. До этого... Тут вообще очень длинная история. Я... Расскажи вкратце, в каких студиях работал, чтобы слушатели имели представление, с кем мы общаемся. Первая моя работа... Я еще был студентом, приплыла ко мне совершенно случайно. Мой друг пришел и сказал, говорит, слушай, там в рекламную студию нужен человек, который знает 3D. Я на тот момент в 3D знал только название программы 3D Studio. Она еще под DOS тогда была. И, в общем-то, у меня был друг, который показал мне эту 3D Studio перед интервью. Я пошел туда, меня взяли. То есть совершенно без навыков, но какой-то там, видать, на интервью потенциал где-то проскользнул, и ребята решили рискнуть. Я стал работать. Потом, когда я закончил институт, меня пригласили... Мало того, я сам родом из Харькова, и все это в Харькове происходило. Меня пригласили в программу, которая... Автомобильная программа Автоньюза, она до сих пор существует на каком-то из каналов, уже украинских, на всю страну вещается. Вот. И я там работал монтажером. В какой-то момент у нас ушел ведущий. Я стал и ведущим работать, и журналистом. То есть мы ездили там на гонки, например, украинские автогонки. Я интервью брал, потом это все мы монтировали. То есть я все делал. Только деньги не доставал и камерой не снимал. Потом... У меня карьера у тебя была. Да, потом... Потом появился Frame Store, да, в твоей жизни? Нет. Нет, потом я работал еще в Харькове в молодежной программе о ночных клубах, такая развлекательная. А там мы потихоньку начали делать рекламные ролики, уже комплексно. Вот. Потом я работал в Харькове же на новостях. И там уже я занимался дизайном. То есть в мою жизнь вошел After Effects. Вот. И после Харьковских новостей, через там несколько лет, меня пригласили в Киев на телеканал СТБ. Уже дизайнером. То есть никаких монтажей, никаких ведущих, никакого... Даже 3D я уже не делал. Вот. После СТБ работал на 1+,1. Я считаю, на тот момент это была, наверное, самая сильная команда дизайнеров, которого я вообще в жизни видел. Ну вот. И работая... Какой был это год? Да-да. Какой был это год? Точно я помню, что на 1+,1 я пришел в 2003 в декабре и проработал там 6 лет, ну, примерно. Уже вот можно посчитать. И на 1+,1 мне... То есть мы занимались моушн-дизайном, After Effects. Тогда команда очень плотно участвовала в промок с BDA. Это международные конкурсы. Вот. Завоевывали там даже призовые места. Мало того, даже достаточно регулярно. Вот. То есть команда была очень сильна. И поэтому в какой-то момент руководство решило попробовать другие рынки. И мне попались несколько спецэффектов в кино. То есть это было какое-то кино достаточно сериального типа. Вот. Как обычно снимала Россия. И вот тогда меня просто переключило. И я понял, что дизайн мне уже наскучил, потому что... Ну, потому там много причин. А вот спецэффекты в кино стали каким-то таким возвращением к детству, когда еще пацаненкам бредил делать мультики. Вот. Вот эти перекладочные мультики, как все мы рисовали на тетрадках. И потом так перелистывали странички. Вот. И я уволился с 1 плюс 1. Пошел в гвардию. И там как раз зашло какое-то такое фичи-филм, съемочное кино. Там даже нам пришлось разбираться, что такое зерно и как его восстанавливать. Имеется в виду пленочное зерно. Вот. И потом пошло-поехало. Вот. Я занимался фрилансом, занимался фрилансом на иностранных заказчиков, которые были тоже достаточно некрупные, но тем не менее. Вот. Я работал на компании Postmodern. Потом опять занимался фрилансом. Ну и все это время в какой-то момент я понял, что мне интересно работать с иностранными заказчиками, потому что даже самые маленькие компании, у них требования к работе выше, чем у нас. Вот так получалось. Потом совершенно нечаянно я познакомился с парнем из Москвы, который работал на компании Ardman Animations в Бристоле, в Великобритании. И буквально через 2 недели я нечаянно на LinkedIn увидел от них анонс, что им нужны комперы. И вот пошло-поехало в новый этап, закрутился. Меня туда взяли на 4 месяца, я там проработал примерно. Вот на кино «Пираты» и как оно по-украински было, и «Банданы доумки». То есть ты там компостом занимался? Да, то есть после того, как я ушел из мошен-дизайна, я для себя выбрал компост, потому что мошен-дизайн в After Effects и Compose, они все-таки идеологически где-то рядом. Поэтому многие навыки из мошен-дизайна, из After Effects, они очень проецируемы именно на компост. Хотя техники работы абсолютно разные. Ну, я думаю, что практически все из наших слушателей и зрителей, они там понимают разницу и знают, о чем я говорю. После «Ардмана» я попал, вернулся домой после контракта, такие миграционные правила по рабочей визе. Но еще работая там, я созвонился с Double Negative в Лондоне. Я их, кстати, давно окучивал. И сказал, ребята, смотрите, вот я выездной, я проник через этот железный занавес. И они говорят, о, ну, отлично, хорошо. И тут же подписали контракт на год уже. Проработал в Лондоне в Double Negative, чуть-чуть подумарился под конец, потому что такие проекты были прямо, ух, дедлайн за дедлайном. После этой работы я решил отдохнуть и приехал домой в Киев. С полгода там посидел, умудрился поучаствовать даже на проекте ВИ, наверное, в Киеве, только мертвые не делали ВИ. И параллельно, потихонечку пробивая рынки, куда бы поехать. И таким волшебным образом выяснилось, что на ILM работает мой продюсер, который меня взял на работу в Bristol, на Артман. Я с ним списался. И, собственно, таким волшебным образом я... Мое резюме легло на стол к HR-ам, ну, не через фильтры, наверное, каких-то почтовых программ, а как бы физически. Потом было два интервью достаточно таких, очень сильно похожих на экзамен. Ну и все. Предложили работать в Сингапуре тоже на коротком контракте, потому что кино подходит к концу. Ну и принципиально у них позиция в первый раз незнакомого человека, с которым еще не работали. Они берут на короткий контракт, имеется в виду несколько месяцев, полгода. А потом присматриваются. Если все друг друга устраивают, тогда уже подлиннее. То есть ты сейчас на полгода там работаешь на коротком контракте? Да, да. То есть, ну, уже получается, наверное, даже чуть-чуть больше, потому что скорее мы работаем до конца проекта, чем до конца контракта. Вот, потому как это внутренняя инхаузная разработка. Они там со своими же дедлайнами могут чуть-чуть быть гибче, чтобы идейно воплотить в жизнь больше вещей, чтобы не спешить. Вот как-то так. Окей, я понял. Почему ты выбрал именно композ? Чем он тебе интересен? Почему не моделирование, например, не motion design? Ну, ты, в принципе, уже ответил. Но если коротко. Ну, тут интересно. Начинал-то я как раз с 3D, но потом за счет того, что ушел в монтаж, в дизайн, в motion design тенденция была... Вот, собственно, почему я его и оставил в какой-то момент. Когда пришел в motion design, там была тенденция делать очень сложные такие дизайн работы с очень плотным использованием 3D, причем сложного 3D. Вот. А потом тренды начали сходиться больше к 2D-шным решениям, к таким простым, графичным и ближе к интернет-эстетике вещам. То есть 3D требовалось все меньше и меньше, но потому как я все-таки автор автора на тот момент знал намного лучше, то и не было смысла перепрыгивать на 3D. Вот. И мне все-таки, наверное, в общем, как человеку, интересно результат своей работы видеть как можно скорее. Поэтому 2D. Тоже это нравится в композе. Вот. В композе тоже, соответственно, все проецировалось из 2D-решений motion design. Вот. Просто в какой-то момент я... Я даже могу назвать тот момент, когда я перешел на... Заинтересовался нюком. Вот. Я разговаривал со своим бывшим коллегом, на тот момент ушел уже в постпродакшн, там, Вадим Киевский. Вот. И когда я спросил, в чем они работают, он говорит, а он очень классный специалист по автору. Он говорит, ты знаешь, вот почти все делается в нюке. Я говорю, а что это за нюк? Чем он круче? Афтер эффект, цвета, шеге-гей. Он говорит, ты понимаешь, в нюке вот ты взял color correct'ом, зажал в черное. Потом другим color correct'ом разжал, и картинка восстановилась. Потому что нюк эти операции делает сначала математически, а потом выдает картинку. А в афтер эффекте, если ты уже что-то зажал, ты как ни разжимай, там оно все уже убилось, если убилось. И вот это для меня стало откровением, как такое возможно. И я начал изучать нюк, и потом оно само получилось. Олег, как журналисты говорят, Олег. Какие основные отличия ты заметил в зарубежных студиях? Чем они отличаются от наших, от киевских, от московских, от тех, что в СНГ? Что так ярко бросилось в глаза? Я в московских студиях не работал. Именно он, как это, на их территории, да, работал удаленно фрилансом. Но, наверное, я думаю, что можно, можно спроецировать эту идею, и в том числе на московские студии. Разница в чем? Потому как у них эта индустрия все-таки уже работает достаточно несколько, я бы сказал, десятков лет уже. И потому как они изначально более правильные подходы применяют. У них никто не делает на коленках. Вот основная ошибка наших студий это хвататься за какой-то сложный кусок работы, не умея в нем ничего делать. И потом получается совершенно странная ситуация. С одной стороны, это круто, когда они, пересилив себя, прыгнув выше головы, эти сложные вещи решают и получают на выходе результат и заодно обучаются. С другой стороны, с точки зрения бизнеса, это плохо, потому что прогнозируемого результата нет и можно облажаться. Вот. И плюс еще у нас всегда дедлайны достаточно короткие. за это время невозможно научиться в новом софте, в новых каких-то технических решениях работать круто. Поэтому все это достаточно такое наколеночное. У них подход другой. У них есть гораздо более сильное разделение труда. То есть, 3D-шники, даже 3D-шники делятся на несколько категорий. То есть, лайтеры никогда не лезут поправлять анимацию, никогда не лезут, практически никогда не лезут поправлять моделинг. Моделинг не лезет в лайтинг. А компоуз вообще никак не лезет ни в 3D, мы даже Photoshop не открываем. То есть, вот можно работать, проработать год и Photoshop не открыть ни разу. Потому что для этого есть специальные свои люди. Вот. И они сделают это круче, чем ты. Ну, если там, конечно, можно такую, какую-нибудь погрубой масочке затемнить, то да. Вот. Но каких-то, таких более серьезных вещей они просто не допускают. Потому что, во-первых, тот человек за эту зарплату получает свою. Во-вторых, тот человек все равно более профессионально работает. Ну, и все. Вот в этом разница. Они продумывают заранее. У них все четенько идет по графику. Я имею в виду не по графику там по дейлизам и по производству работ, а по графику, что зачем должно запускаться, стартовать, как оно взаимодействовать должно. Вот. Ну, и, конечно, я говорю о больших компаниях. Потому что я не знаю, как работают компании там из 30, там 25 человек. Вот. Возможно, они работают так же вот на коленочной. Хотя у них есть один большой плюс. Они могут приглашать каких-нибудь спецов из крупных компаний. Вот. Ставить их вообще во главе угла и платить им большущие деньги гораздо больше, кстати. Вот. Эти спецы просто натаскивают коллектив и оптимизируют процесс. Это работает. А вот при переезде, когда ты подаешь резюме свое, ну, что вот смотрят в композерах при выборе при выборе сотрудников для себя эти большие крупные студии как Double Negative, как Lucasfilm. То есть, какие, чем, например, должен обладать я, чтобы меня без проблем взяли студию, в которой работаешь ты? Ну, официально смотрят на резюме, на рил, на то, как поданы документы, кстати. Это очень важно, потому что они достаточно формальные в этом плане. То есть, если ты в резюме пишешь Hi, guys, это, ну, это очень моветон групп. То есть, резюме должно быть оформлено по специальным стандартам, должно, когда ты с ними знакомишься. Ты пишешь cover letter, это сопроводительное письмо, в которое там оттачится резюме линки на Норилы, и там могут быть брейкдауны, могут быть какие-нибудь брейкдауны своих работ, если ты, например, еще, художник или фотограф, или там какой-нибудь артист. Ну, там, хобби, например, имеешь из этой же области. То есть, они смотрят на профессиональный опыт, на тенденции роста и Норил. Это официально. Неофициально. Что ты имел в виду под этим? Под чем? Под словом тенденции роста. Тенденции роста. То есть, если человек, допустим, там, на нескольких студиях в своем резюме работает джуниор-компером, это может говорить о том, что он растет не так, как им бы хотелось. Или если человек, например, пришел из другой области, например, работал 3D-шником, а сейчас он работает джуниор-компером, это, наверное, лучше, потому что он хотя бы что-то уже знает, как это работает в принципе. Если он был 3D-шником, потом в 35 лет стал джуниор-компером, а в 36 лет стал компером, то это уже тоже тенденция говорит о том, что он развивается, и даже если он придет на их студию, наверняка будет знать и уметь меньше, чем их обычный среднестатистический компер, то его все равно возьмут, потому что он обучаем. И это видно по каким-то там этапам его резюме, и по кускам шоу рилла, кстати. Вот. Как-то так. вернусь к неофициальным аспектам. Они, понимаешь, как это всегда это догадки вот каких-то людей в нашей индустрии, мы друг с другом это все всегда обсуждаем, обычное дело. Неофициальная штука это они смотрят, допустим, если человек там из Евросоюза или из Америки, там наверняка все проще, потому что так или иначе человек, начиная свою карьеру, проработав в каких-то более мелких студиях, мог сталкиваться с какими-то серьезными кусочками работы в кино и иметь это в своем CV. Мы для них, бывший Советский Союз, такое что-то за железным занавесом, темный лес, поэтому то, что мы там миллионы сериалов можем показывать в своем риле, для них это ну круто, ну TV-сериалы, ну и что. То есть я считаю, что неофициальная штука это вот если у человека в резюме ни одного международного фильма, то у него шансов намного меньше, чем у человека, который работал даже там каким-то фрилансером на какую-то компанию в Польше, которая делала какой-то фильм, который есть там в International Movie Database на IMDb или просто вот они знают а ну да, этот фильм крутился в прокате или допустим этот человек работал на BBC, как один из моих знакомых, то есть он работал на компанию, которая подрядилась для документальных или таких полу художественных сериалов для BBC, ну и в общем такая длинная цепочка, то есть вот в его случае это выстрелило я думаю именно вот это поэтому тут слегка замкнутый круг для нашего рынка вот работа на Москву может выстрелить опять же тот же самый ВИ как бы там было непонятно что он сделал сделан во многих вещах точно так же вот наколеночно но тем не менее Вим мог бы наверное выстрелить потому что это тот фильм тем более он там стерео который иностранцы могут о нем краем уха слышать ну и так далее поэтому тут очень тонкий баланс насколько интересно написано резюме насколько интересен рил в плане того что специалисты которые там сидят они видят даже если результат картинки такой себе ну иногда то есть он конечно не тянет по крутизнению на какие-то фильмы аватары и так далее но они могут раскусить вот этот потенциал работника и вот попытаться попытаться его взять потому что допустим у меня был такой случай когда вот я послал свой рил Дмитрию Широкову да известному в наших кровях человеку а просто на посмотреть давно еще вот он мне сказал такую волшебную фразу говорит ну ты знаешь я в твоем риле вижу что недоработки есть причем иногда достаточно такие очевидные но эта проблема не твоя а того супервайзера который принимал твою работу потому что ты шкомпер ты делаешь так как тебе сказали практически всегда вот если ты не супервайзер или не какой-нибудь там компер который занимается лукдевом тебе достаточно мало дают широты полномочий чтобы ты сделал свой шот как ты его видишь это никому не нужно ты его должен сделать как его режиссер видит и прежде всего супервайзер потому что он держит это все в голове и в руках поэтому вот ошибки супервайзера видны и это не проблема компера не проблема 3d а проблема тех вообще всей структуры да все ты верно сказал понятно то есть какие рекомендации вот как итог того что ты сказал что надо допустим я через два года хочу работать в ELM чем мне этих два года надо стараться заниматься вот как итог в двух предложениях самая первая рекомендация которая все почему-то думают наоборот меньше всего это банально английский язык причем банально английский язык прежде всего разговорный потому что никто не смотрит из какой-то страны там всем достаточно все равно особенно вот здесь в Сингапуре например такая интернациональная каша что ой-ой-ой особенно для нас там азиатов различать из Мьянмы из Индонезии из Филиппин ох и поэтому когда человек любой специальности делает работу во-первых он должен выслушать что от него хочет лид или супервайзер во-вторых он потом представляя свою работу на дейлизах он должен рассказать что он сделал какие комментарии внес какие не внес там какие проблемы у него всплывают и потом он должен выслушать супервайзера который вносит новые комментарии супервайзеры это не телеведущие не дикторы никакие мало того в половине случаев супервайзер когда произносит комментарий он параллельно и думает то есть это не заготовленное какое-то решение то есть надо еще незаконченные мысли отфильтровать и собственно выделить чем ты должен заниматься то есть ты гонишь к тому что когда он говорит на английском языке незаконченные мысли то не всегда понятно что хочет он сказать не всегда всегда непонятно скорее всего вот все на больших компаниях все эти дейлизы стенографируются но тут понимаешь тут уже стенографируют как обычно менеджер который в тонкостях уже не разбирается поэтому стенограмма это то что он понял иногда это никак не работает то есть стенограмма ты что имеешь ввиду транслируется по большому монитору где-то нет стенограмма это просто потом записываются результаты дейлизов короткими фразами как это нотатками это потом на почту высылается чтобы ты вдруг ты что-то забыл ты поднимаешь эту почту брык-брык посмотрел а там все есть но опять же на это уповать очень не стоит потому что зачастую это когда были простые комменты там все нормально да а когда комменты были сложные когда супервайзер там мыслью подреву растекался уже уже не всегда четко записано что он хотел имел ввиду иногда даже бывает что записано наоборот поэтому разговорный английский язык это прежде всего причем ну я не знаю может быть 3D-шникам чуть-чуть полегче потому что у них в принципе работа длиннее одно комперы потому как они находятся на финальном этапе работы с шотом и потому как на композе многие вещи делаются намного быстрее чем в 3D никаких месяцев симуляций или там недель или дней вот делизы иногда проходят зачастую проходят дважды в день и дважды в день зачастую надо что-то показать если комментарии были простые вот поэтому тут все надо оперативно быстро и и и вот так первая рекомендация это английский разговорный да разговорный английский вторая рекомендация это проверять как правило для получения рабочей визы формальность это нужно иметь сертификат определенных компаний типа IELTS TOEFL что экзамен по английскому сдан и получено какое-то количество приемлемых баллов вот сейчас с этим вроде бы как-то понимаешь как вот тут не могу сейчас сказать потому что когда я начинал этим заниматься мой товарищ из Лондона мне сказал что ты обязательно это сделай потому что я лично знаю двух людей которым подписали контракты начали оформлять визы и иммиграционная служба не дала им визы просто потому что не был представлен среди документов вот этот сертификат знания языка вот на моей практике у меня он был я его сдавал в общем пакете документов никто его не спрашивал может быть потому что этот сертификат уже был то есть они смотрят а окей сертификат есть хорошо но формально если посмотреть правила то там обязательно требуется правила иммиграционных служб для получения рабочей визы нужно и там даже указаны баллы которые проходные которые не проходные то есть если баллы ниже вот могут тоже не выиграть но тут тут уже не могу сказать давно этим не занимался то есть баллы ты имеешь ввиду для TOEFL и ELTS правильно да то есть они выставляют на примере IELTS я знаю что 9 баллов это получает этот максимум получает тот человек который придумал этот язык вот как правило даже преподаватели не всегда получают 9 баллов вот там есть специфика 0 баллов получить наверное нельзя вот ну допустим в Великобританию проходные баллы были 6,5 это ну это круто это если ты так с бухты барахты пришел на экзамен ты не получишь 6 баллов ты получишь ну может быть 3 поэтому к этому надо готовиться это важный но сопутствующий фактор основное чем мы все в нашей индустрии постсоветского пространства чем славны это тем что мы пытаемся в своих резюме написать что и жнец и на дуде игрец и на трубе дудец и все делаю и все делаю быстро и так не надо так делать не нужно потому что у них там разделение труда гораздо более сильное им не нужны абсолютно люди которые поверхностно владеют всеми аспектами компьютерной графики им нужны специалисты которые хорошо знают свое конкретное дело нюк значит нюк лайтинг значит лайтинг анимация значит анимация это хорошо когда ты знаешь чуть-чуть влево вправо это даже плюс но абсолютно не стоит пытаться охватить весь спектр компьютерной графики и вот упирать на свою универсальность это только только отпугнет потому что универсал жизнь не сильно длинная этим людям не по столь универсал не может досконально знать все аспекты компьютерной графики просто за эти годы такого опыта не наберешь поэтому надо выбрать что-то одно ну и работать над документами потому что возможность оставить о себе впечатление она она единственная и если в резюме например не хватает там есть орфографические ошибки то никто никогда не поверит что этот человек очень-очень внимателен к деталям в своей работе если он не может даже нормально написать резюме вот поэтому такие мелкие вещи они тоже влияют на впечатление об артисте и это надо помнить ну и основной момент который тоже мы почему-то не учитываем компании заказчику это вообще работает везде вот компании заказчику достаточно неинтересно насколько крут вот этот кандидат компании заказчику интересно как этот кандидат поможет этой компании решить ее проблемы ее вопросы и задачи поэтому и в cover letter и в резюме очень важно обязательно написать в том числе такой абзац в котором ты пытаешься их убедить чем ты им полезен именно ты в отличие от своих конкурентов например я там полезен вам как компер потому что я еще и фотограф круто это говорит о том что ты понимаешь что такое композиция понимаешь что такое воздействие цвета на зрителя понимаешь как работают линзы понимаешь что такое там обработка материала hdr и там или еще что нибудь или ты например идешь моделлер и говоришь а вот у меня еще хобби я там скульптурки леплю или там из дерева режу это очень круто потому что ты понимаешь у тебя отличное пространственное мышление или там я аниматор я играю в театре круто ты можешь сам своим телом сам себе показать как должна работать чем отличается убедительная анимация которой люди верят и просто по ключам пошевелили вот то есть чем сотрудник кандидат полезен компании мало того не просто чем полезен а чем он еще выгодно отличается от таких же кандидатов я понял и рилы не стоит делать больше там двух наверное даже минут то есть когда рил пятиминутный это говорит о том что человек не может отфильтровать самое лучшее от не самого лучшего то есть не может оптимизировать мы нашим студентам даже советуем первые рилы не дольше 40 секунд делать 40-45 правильно да вот интересным было бы узнать в каком направлении сейчас ты развиваешься то есть на что ты смотришь вот пройдя этот большой путь как ты себя видишь через 2-3-5 лет скажем так чем ты думаешь планируешь заниматься в какую сторону ты сейчас развиваешься достигнув такого успеха скажу позы и все что с этим связано вопрос сложный я его периодически сам себе задаю когда там отрываюсь от работы на выходные сижу дома прежде всего я даже не стараюсь а предпринимаю все возможные шаги для того чтобы развиваться дальше потому что есть куда расти можно стать синером можно стать лидом который не просто компер а еще и ведет группу людей и как бы отвечает за маленький кусочек за несколько шотов вот он то есть лид это тот человек который помогает супервайзеру помогает на начальном этапе поработать над шотом и как-то его улучшить мало того лид коммуницирует с артистами и это тоже считается таким хорошим шагом вперед то есть он как микроначальник работает вот лиды это уже совершенно другая каста вот ну и наверное совсем совсем в дальней перспективе мне было бы интересно заниматься обучением людей в том числе потому что в индустрии даже в их индустрии это есть большая проблема не хватает квалифицированных кадров Голливуд настолько машина такая всепожирающая что сколько ты сотрудников не приведи они всегда найдут им работу другое дело что они не хотят всегда под это находить деньги потому что ну всем известны проблемы нынешние проблемы индустрии но тем не менее в ближайшем будущем это все востребовано это все будет развиваться мало того возможно все эти вещи уйдут даже в кабельные большие каналы больше чем в прокатное кино для кинотеатров потому что потом там рынок то есть кабельные большие кабельные каналы типа там BBC HBO они с каждым годом все больше и больше требуют вот таких вещей когда нужна компьютерная графика и вот как-то так вот если мы уже заговорили о будущем индустрии вот вопрос хороший многие композеры и даже лайтеры и 3Dшники просто вот видели последний год что несколько подразделений больших таких студий тот же Digital Domain и другие вот закрываются по каким-то неизвестным нам причинам то есть у нас свои догадки у нас свои страхи какие-то некоторые я читаю разговоры на форумах не хотят там переходить с архивиза например в композ потому что по их мнению композ это такая немножко стрёмная индустрия может схлопнуться студия закрыться и ты останешься без работы то есть это иллюзия или это действительно происходит и почему это происходит как ты думаешь почему эти подразделения закрылись вот обладая большим потенциалом Rhythm and Hughes например взять студию и да что греха таить когда я работал в Лондоне все лондонские компании большие фреймстор и PC денег в течение того года они умудрились как это они называют потрусить яблоню то есть повольнять десятки сотрудников а потом истерично набирать новых это все совершенно не имеет отношения к счастью к нашей индустрии к востребованности это все какие-то деньги какие-то попытки оптимизировать сэкономить запилить что-нибудь и Голливуд как монопольный заказчик в этом аспекте они пытаются заработать урвать куш даже там где не особо могут его урвать откуда взялись вот эти налоговые льготы в разных странах почему сейчас американские студии стонут что вот из-за этих налоговых льгот у нас уходит работа мы уже перестали получать по 100 тысяч к которым мы привыкли и так далее то есть демпинг сейчас придумали такую схему когда вынуждают в том числе даже большие студии достаточно сильно демпинговать а большие студии у них гибкости совсем в этом плане нет потому что на маленькой студии у тебя работает 20 человек или 30 человек или 10 вот и если у тебя не зашел какой-то маленький проект то ничего страшного ну посидели все там неделю без работы посидели месяц без работы но окей ну там зарплаты меньше получили потом ну и и так далее большая студия в этом плане гораздо более костная потому что у них там на на электричество в офисе уходит столько денег что не говоря уже об арендах офисов кстати почему АЛМ Лукасфильм даже скорее вот здесь в Сингапуре недавно анонсировали они построили свое собственное здание занимают на нем два этажа остальные этажи будут сдаваться под каких-то арендобрателей арендаторов вот там Дисней азиатский туда приедет в офис потому что ввалить огромное количество денег в собственное здание это лучше чем арендовать ну они так посчитали поэтому вот эти все переливания денег какой-то большой проект заходил 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 а потом не зашел это говорит о том что несколько сотен людей начинают сидеть без ничего потому что когда компания договаривается о большом проекте там невозможно ну окей этот проект не зашел через неделю решили зашел другой поэтому происходит сокращение увольнение под шумок компаний еще я подозрел тоже свои бюджеты слегка оптимизируют под это дело вот это скорее политика чем индустрия по поводу переходить ли на композ например с архвиза ну ребят в архвизе тоже компании ничто не гарантировано могут закрыться точно так же строительный кризис в Киеве и до свидания дома никому не нужны не то что архивист поэтому такое индустрия востребована она будет востребована потому что все уже понимают что снимать какие-то специфические штуки уже становится намного дороже и сложнее чем делать их на компьютерной графике потому что снимать закат это вот как ты спрогнозируешь ты его снимешь сегодня или через неделю или снимать там туман в горах в туман в горах можно снять так что и не вернуться оттуда потому что буря внезапно начнется поэтому компьютерная графика востребована она может перетекать в кабельные большие каналы из конкретно киноиндустрии но ей еще жить и жить другое дело что сейчас уже софта столько разного что даже профессионалы в кино почему-то начинают думать что компьютерная графика сейчас уже настолько все круто что это там одна кнопка брык и там взрывы какие-нибудь там кейнг с невозможно плохим задником это тоже одна кнопка вот но да то есть как-то так все посмотрели о аватар снимали а там камера а там это оно все дело само ну конечно само так что Та штука, которая... Ну, то есть, можно получить знания, но не знать, что с ними делать руками. Насмотреться каких-нибудь на ютубе роликов, как правильно нажимать кнопку и так далее. Работать, работать и работать. Но самое главное, это прежде всего инвестировать в свое образование. Потому что образование это такая классная штука, когда тебе на тарелочке приносят те вещи, которые ты, имея свой нынешний опыт, до них можешь дойти через год, через 10 лет. Можешь никогда не дойти, потому что, ну, вот, не случится. Тебе эти знания приносят на тарелочке. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, не жадничайте, вкладывайте в собственное образование. Единственное, конечно, от чего хотелось бы предостеречь, это не пытайтесь образовываться на каких-то, ну, ширпотребных штуках. То есть, все-таки проведите исследование и выберите для себя школу, например, которая преподносит знания хорошо и правильно. Потому что в интернете огромное количество псевдоучителей, которые сами толком ничего не знают, но стремятся рассказать всему миру, как надо, круто. Вот, все-таки лучше... Да, на самом деле проблема большая в СНГ сейчас. То есть, половина людей, ну, не то, что половина, процентов 90 не хотят учиться именно в платных нормальных преподавателей, которые чему-то могут научить. То есть, пытаются там что-то украсть, там, на торрентах стянуть, как-то самим выехать. Вторая проблема – это много людей, которые просто даже не работая в этой индустрии, вообще не имея отношения, вообще никакого отношения к индустрии компьютерной графики, там, начинают продавать вот свои курсы, тренинги, там, пройдя какие-то тренинги по инфобизнесу. Сейчас это в СНГ так накрыло. И, то есть, те люди даже, которые пытаются чему-то научиться, они вот очень часто попадают не в те руки, не в те школы, скажем так. И вот складывается такая нехорошая репутация о школах. В принципе, да. Поэтому не стесняйтесь вкладывать деньги. Если вы хотите получать, зарабатывать нормальные деньги, которые вы хотите, это практически невозможно что-то получить, ничего не вкладывая. Вкладывая деньги в нормальную школу, в нормальное образование, вы просто свой опыт получаете быстрее. То есть, в свое время я тоже потратил достаточно серьезные деньги на тот момент моей жизни, на обучение в школе. Это был скримску с Дмитрием Широковым. И я абсолютно не жалею. Эти деньги отбились уже многократно. И мало того, эти деньги начали, отбились еще тогда, когда я работал в Киеве на фрилансе. На достаточно небольшие, небольших иностранных заказчиков. Они уже тогда... Да, конечно. Многие не понимают этого, что они считают курсы, например, в тысячу долларов. Ну, например, даже у нас сейчас таких цен пока нет в нашей школе Синдейский Супор. То есть, эта цена, она отбивается даже меньше, чем за месяц. Если взять нормальный проект, даже на фрилансе. То есть, меньше, чем за месяц, эти деньги ты вернешь в мисс программа. Ну, эти люди, которые учатся, даже... Ну, которые учатся, они доказывают на своем примере большинство. Просто во время курса уже берут какие-то кинопроекты, какую-то работу. Эти деньги еще до конца отбивают. Ну, опять же, тут единственная такая мелочь. Покупка курса совершенно не означает, что все, ты на коне. Все-таки покупка курса, это прежде всего потом работа с этим материалом. Как... Ну, не знаю, как где. Как в институте, если кто-то учился, не прогуливал. То есть, просто купил и положил на диск, это одно. Купил и занимаешься, работаешь с этим, разбираешься. Это работа. Это тоже большая работа. И не верьте особо дешевым или совсем бесплатным каким-то там штукам в интернете. Они вас не научат системно мыслить, прежде всего. Хороший курс, прежде всего, учит системно мыслить. Не нажимать кнопки и знать какие-то эффекты, а системно мыслить сначала до конца, как ты это делаешь, как это должно быть сделано и какие инструменты ты можешь использовать, какие инструменты другие ты можешь использовать, если то не получилось или получилось не так, как нужно. То есть, системный подход, он всегда самый важный вообще в любой, в любом процессе делания чего-то. Вот, собственно, все. То есть, мышление, дать правильному человеку и алгоритм решения задач. Вот. Вот такие моменты обращаем внимание в нашей школе, чтобы в первую очередь человек понял, как решить задачу, а потом уже подбирать инструмент. Да. И делать... Это очень нравится. Я, кстати, смотрел то видео, которое у вас на сайте в школе есть. Мне очень понравилось. Мало того, совершенно недавно, но не приходилось мне до этого плотно работать с дип-композитингом, я открыл ваш урок по дипу и быстренько пробежался по нему и посмотрел, освежил в памяти, какие нюансы работают. Так что вот, официально заявляю, что спасибо вам большое за ваши труды. О, это приятно на самом деле, что такие сильные специалисты, как ты, посматривают еще наши бесплатные уроки. Да, просто нужно было очень быстро все решить. И я посчитал, что я помню, что у вас такой урок был. И на русском языке, ну, на своем, я это сделал намного быстрее, чем полезу в какие-нибудь большие, сложные уроки. Ну, еще и на английском, да, как бы это ни звучало странно. Вот. И вот быстро дык-дык-дык и пробежался. Так что работает. Приятно. Да, конечно, работает. По этим урокам уже, я не знаю, каждый, даже, наверное, больше, чем каждый второй специалист, который в СНГ, начинает свою карьеру в области композитинга. Он начинает их с бесплатных этих уроков Андрея Заморского, что у нас на сайте лежат. И во всех студиях, в которых я работал, там новички приходят и сразу смотрят эти уроки. Почему-то так сложилось. Наверное, потому что достаточно системно у вас в уроках все происходит. Может быть. Даже я их когда-то просматривал, уже будучи таким средненьким композером. Я их нашел в интернете, просмотрел, вот так все восстановилось по полочкам в некоторых местах и дыры сразу перекрылись, закрылись. Вот. Андрей молодец в этом плане, что дает бесплатно это все дело. Хорошо, Миша. Вроде на все вопросы ты ответил, что интересовали. Ну, надеюсь, да? Слушатели. Слушатели не меня. Как обычно, не получилось коротко. Я хотел полчаса уложиться, но ты понимаешь, как эти вопросы... Я хотел 20 минут уложиться. Да, эти вопросы настолько комплексные и системные, что, ну, в два слова достаточно трудно сказать. Так что... Конечно. Мы тоже планируем вебинары, если бесплатные. Мы планируем там в полтора часа. Но когда начинаем рассказывать и что-то не договорить, с одной стороны, это стратегически правильно, на бесплатном вебинаре не договорить, а на платном мы же типа заинтересовать человека, там, возбудить и его так на платный протолкнуть. С другой стороны, мы стараемся вот сделать эти бесплатные вебинары как-то полезные и информативные. То есть, если уже начали рассказывать там про партиклы в 3D Studio Max 2014, как была на последнем вебинаре, те темы, которые мы там выставили в программе, уже стараемся их закрыть полностью. То есть, чтобы польза такая системная, глобальная, ну, чтобы человеку в голове разложилось по полочкам. Это все. И это правильно. Так что, уважаемые слушатели или зрители, даже, может быть, спасибо вам большое за то, что досмотрели до конца. Желаю вам багато вильного часа, это великое натхнение, чтобы все-таки побороть эту вуру и начать получать уже удовлетворение от собственной деятельности и результат материально-процессуальный. Ох ты как задумал! Хорошо, спасибо, Миша. Было очень хорошее интервью, очень полезное. Спасибо, Олег, за инициацию этого интервью. Много хороших фишек ты дал. Даже мне вот все, о чем ты рассказывал, на самом деле, было интересно. Я вот даже подготовил вопросы себе в голове, я их забывал. Ты рассказывал, я уже не знаю, я уже забыл, я тебя так слушаю, углубился в твой рассказ, что забываю вопросы, которые тебе надо задать. Так зависишь как-то. В транс ты меня ввел своим ответом. Хорошо, спасибо, Миша, и до скорой встречи. Всем пока. Спасибо, до скорой встречи, да, я тоже останавливаю запись. Всего счастливо.